Чего приперся, старый хрыч? Ну, ходит еще. Сейчас как он возьму, шубану метелкой, будешь знать. Не надо! Не надо! «Любовь и голуби» – картина, знакомая, наверное, каждому русскому человеку. Несмотря на деревенских персонажей и линейный сюжет, фильм вовсе не так прост. Режиссер Владимир Меньшов понял это, когда увидел театральную постановку. Рассказанная история поразила его тем, как она могла заставлять смеяться и плакать одновременно. Уже выходя из театра, он понял, что должен стать режиссером экранизации «Любовь и голуби». «Любовь и голуби» вышли на экран в далеком 1985 году. Это комедия о Сибиряке. Главный герой – Василий Кузякин, среднестатистический гражданин, имеющий жену Надюху и троих детей – Людку, Леньку и Олю. Ведут они размеренную деревенскую жизнь. Главный герой – работник леспромхоза, простой и добрый человек. В свободное время вместе с младшей дочкой Олей занимается разведением голубей. По соседству с ним живут баба Шура и дядя Митя, которые вносят смешинку в их спокойную жизнь. Но после того, как главный герой получил травму на производстве, отправляется отдыхать на юг и встречает там свою новую любовь. Его жизнь резко меняется, в ней появилось много интересного и непонятного, но не оказалось самого дорогого сердцу. Дома – жены, детей и голубей. Владимир Меньшов снял много великолепных фильмов, но именно этот запомнился зрителю своими крылатыми фразами. Кинофильм «Любовь и голуби» снят по настоящей истории семьи Кузякиных. Сценарий к фильму писал автор оригинальной пьесы Владимир Гуркин. Он лично был знаком с семьей Василия и Надежды Кузякиных, которые жили по соседству с Гуркиными. Проживали они в Иркутской области, в деревне Черемхова, где позднее установили памятник этим людям. Автор сценария даже не стал менять им фамилию, хотя они и дали согласие на использование своих образов сценарии, но попросили заменить фамилии на вымышленные. Драматург честно признал, что собирался, но попросту забыл. Его родители стали прототипами Надюхи и Василия, сестра бабушки – прототипом бабы Шуры, а дед драматурга Сурала – прототипом дяди Мити. Хочется уделить внимание еще одним героям картины – голубям, которых привезли из Москвы. Они были дрессированные и чужих, незнакомых людей не боялись. Полеты голубей снимали с вертолета. Делать это было непросто. Мешали линии электропередач, которые не должны были попасть в кадр. Многие местные жители узнали в фильме не только свою родную местность, но и самих себя. И действительно, в эпизодах попадали в кадре люди, проживающие в поселке. Может быть, именно поэтому этот фильм так полюбился людям. Меньшов очень щепетильно подходил к подбору актеров. Претендентом на роль Василия был Александр Михайлов. Но тяжелый график заставил актера сначала дать отказ. Тогда пробы прошли Борис Сморчков, уже снимавшийся у Меньшова, и Виктор Борцов, но неудачно. На пробах был и Сергей Юрский. Однако режиссер увидел в нем другого героя и дал роль дяди Мити. К тому моменту Михайлов уже сдался и согласился сыграть Васю. Меньшов в посте вспоминал, что вплоть до первого съемочного дня он не мог до конца представить образ Васи. Но Михайлов появился на площадке, произнес первую реплику, и режиссер понял, что образ найден. На роль Нади Меньшовой хотел взять подходящую по возрасту любовь Полющук. Но прослушивание заставило его засомневаться. Он решил остановиться на ней недороженной актрисе, сыгравшей Надю в постановке. На момент съемок ей исполнилось 50 лет. Но никто не мог вжиться в эту роль лучше. Таким образом, она оказалась старше 40-летней Натали Тиняковой, сыгравшей в фильме пенсионерку Бабу Шуру. Кстати, Наталья Тинякова и Сергей Юрский, сыгравшие в картине пожилую пару, женаты в реальной жизни. Они крайне интеллигентны, но это не помешало им отлично вжиться в роль сельских жителей. Ну-ну, ну, дурак старый, ну, говорит скорее это, ну, доводит же людей до белого коленя. Кикимар, я не понимаю. Костюмы для персонажей подбирали, ориентируясь на то, как действительно одевались в деревне. Интересно, что это не понравилось цензорам Политбюро. Те посчитали, такой образ унижающим достоинства простых колхозников. Из-за неподходящего по возрасту каста, костюмерам и гримерам пришлось очень нелегко. Для Бабы Шуры и дяди Мити подбирали большую мешковатую одежду, чтобы скрыть их хорошую физическую форму. Сергею Юрскому еще и нанесли асимметричный грим на лицо, дабы герой выглядел более комично. Многие зрители отмечали, что места, где снимали Любовь и Голуби, чрезвычайно живописны. Съемочная команда задалась с целью найти максимально атмосферные пейзажи, передающие красоту сибирской природы и дух русского села. Объездив Подмосковье, Сибирь и Байкал, режиссер не нашел ничего подходящего. А потом случайно вспомнил, что был поражен натурой Карелии. Меньшову хотелось горную местность для интересных кадров. Тогда он просто выбрал городок Медвежьегорск из-за корня Горск и не прогадал. Рядом с поселением находились величественные леса, в перемешку с сельскими домиками, между которыми протекала река Кумсы. Все это произвело на него мощное впечатление. Деревня, где снимали фильм Любовь и Голуби, была в короткие сроки переделана под сибирское поселение. Был найден подходящий дом, в котором проживала пожилая супружеская пара Елизавета Петрова и Нил Константинович. Хозяева дома радостно приняли гостей из столицы и на три месяца уступили свой дом для съемок фильма. Во время подготовки к съемкам была построена голубятня, достроена веранда к дому. Пол во дворе застелили досками, как положено в сибирских деревнях. Так и появился дом Надежды и Василия, полюбившийся всем зрителям. Я спрашиваю, что происходит у вас? Что тут за ворота? Он уже вон нарисовался, он уже вопиват у меня тут, а? К сожалению, до наших дней дом не сохранился. Он сгорел в 2011 году. На его месте уже построен коттедж. В нынешнем Медвежьегорске живет около 15 тысяч человек. В городе есть свой порт, фирмы по переработке древесины, немного гостиниц и туристические комплексы. В этих местах снимали и другие известные фильмы. И на камнях растут деревья, охота на пиранью и четвертая высота. Местные жители, не знавшие известных актеров, относились к ним с подозрением. Слишком хорошо они были загримированы под алкоголиков и тунеядцев. Однажды даже Сергея Юрского не пустили в местное кафе из-за внешнего вида. Надя, у тебя брашка есть? Есть, да не про твою честь. Плохо мне Надюха. Сам режиссер отмечал, что в данной картине он отошел от реализма. Свойственного ленте «Москва слезам не верит» и добавил театральности, ведь его породила именно пьеса. Дом главных героев был обустроен внутри подобно сцене, а сам Веньшов исполнил небольшое камео-конферансье, ломающего четвертую стену. Интереса заслуживает и то, как снимали фильм «Любовь и голуби» в техническом плане. Например, начальная трехминутная сцена, где задействована вся семья Кузякиных, была снята полностью в один дубль. Для съемки поездки главного героя на отдых, вся съемочная группа прибыла в Батуми. Сцену, в которой Василий и Раиса Захаровна плавают в море, снимали в Батуми. На улице был ноябрь, а температура воды в море едва поднималась до 14 градусов выше нуля. Сцену, в которой Василий из дверей падает в море, снимали в Кабулете. Вася выпадает из дома прямо в море, после чего выныривает уже без одежды. «Счастливо оставаться!» Чтобы не прибегать к склейкам, под водой поместили специальных водолазов, которые должны были быстро раздеть Александра Михайлова. Это была сложная и напряженная сцена. В одном дубле водолазы чуть не задушили актера намокшим галстуком, а в другой он всплыл, но забыл слова. Однако актеры так профессионально все выполнили, зрители не подозревали, что на улице не знойное лето и не теплая южная ночь. Однако все актеры промерзли до костей. Здесь же, на рынке этого города, снимали покупку подарков. В пансионате цехи Сдири снимали сцену на балконе, где Василий чихает. Все остальное доснимали в павильонах Мосфильма. Кстати, в Медвежьегорске во время съемок было тоже не так жарко, ведь там средняя температура самого жаркого летнего дня 16 градусов выше нуля. А помните распускающиеся цветы на деревья в конце ленты? В СССР тогда не было дорогих спецэффектов и видеоредакторов для монтажа. Меньшов рассказывал, что делал их с помощью настоящего циркового фокусника. Вместе они привязали к дереву 10 тростей, из которых выскакивали цветы. Если потянуть за специальную нитку, был риск, что они попросту не сработают. Однако, сцена была снята одним дублем. Открылись семь из десяти заготовленных тростей, и режиссер остался полностью доволен результатом. Но из-за цензуры с фильмом было не все так гладко. Проблемы в выпуске картины во многом связаны с тем, в каких годах фильм «Любовь и голуби» был снят. Конечно, многие знают о жесткой советской цензуре, не позволявшей отображать в кино что-то, противоречащее политике партии. В 1984 году, после окончания съемок, цензоры очень жестко взялись за фильм. Были резко раскритикованы персонажи, как чересчур отвратительные и поверхностные, а также нередкое распитие алкоголя в кадре. Был вынесен вердикт убирать из фильма все неугодные сцены. Режиссер стоял за ленту до последнего. Тогда его отстранили и назначили другого монтажера. Но фильм без характерного юмора и ключевых поступков персонажей попросту разваливался. Имин шоу пришлось вернуться. В итоге он отстоял большую часть сцен. Однако некоторые пришлось вырезать. Тогда картина, задуманная изначально как двухсерийная, превратилась в целый фильм. Споры по поводу того, к какому году отнести фильм «Любовь и голуби», спровоцирован тем, что на большие экраны лента вышла только в 1985 году. Несмотря на задержку и скепсис критиков, картина возымела сумасшедший успех. В ней не было каких-то дорогих спецэффектов. Все воспроизводилось вручную, благодаря великолепной актерской игре и реквизиту. После выхода на экраны в 1985 году, картина сразу же заработала премию «Золотая ладья» в Торе-Малиносе на Международном кинофестивале комедий. В 1986 году премьера состоялась в кинотеатрах Венгрии и Финляндии. А в 2009 году кинофильм получил от MTV Россия награду как лучший советский фильм. Этот кинофильм навсегда вошел в сердца телезрителей, а не только в историю отечественного кино. Все.